Украинские дороги самые опасные в Европе. Ежедневно в ДТП погибают 11 человек. Такую статистику на заседании правительства привел премьер. Как власти намерены бороться с этой проблемой, знает Павлина Василенко. За три года отечественные дороги должны стать менее аварийными благодаря специальной госпрограмме безопасности дорожного движения. Ее приняли еще летом прошлого года, но лишь в этом году нашли деньги для реализации. Вдумайтесь, мы имеем порядка, за новыми цифрами, порядка 11 смертей щоденно на дорогах в Украину. Это катастрофическая потеря для нашего государства. Мы имеем десятки тысяч щоречных дорожных транспортных пригод. И в принципе сегодня для нас важно, чтобы мы начали противодействовать реально и увеличивать безопасность на украинских дорогах. Раньше у нас не было денег на это. В этом 2018 году мы выделили на эти цели 2,6 миллиарда гривен из всех дерев. К вопросу подошли по европейским лекалам. Будут менять старую инфраструктуру. Запланировано построить 500 новых развязок с круговым движением и столько же островков безопасности на въездах и выездах из населенных пунктов. А также почти 8 тысяч безопасных пешеходных переходов. Намерены бороться и с перегрузом на трассах. Уже разработали законопроект о взаимной ответственности за перегруз фуры и компании-перевозчика из склада, который отгружает товар. Вантаж, они звездки же не берутся. Если ты можешь завантажить 40 тонн, завантажив 40 тонн. Чего ты завантаживаешь 60 или 80? Значит, остановили эту машину. Будь ласка, штраф заплатили. И элеватор, который перевантажил, или карьер, который перевантажил автомобиль, будь ласка, тоже заплатите такую же зеркальную цифру. И вот эта ответственность сразу, мне кажется, будет иметь превентивный характер. Глава правительства также отметил, что дальнейшее развитие логистических возможностей Украины должно стать толчком для развития экономики страны. Владимир Гройсман поручил руководству «Укрзалезницы» еженедельно отчитываться о ситуации с перевозкой пассажиров и грузов. Если «Укрзалезница» не будет способна обеспечить перевезение товаров и других вантажей, которые производит национальная экономика, або которые нужны для того, чтобы национальная экономика взросла, то «Укрзалезница» будет тромбом с точки зрения экономического роста. И это огромная проблема. Теперь остается другая проблема – тяга. Чем перевозить эти вагоны? Также железная дорога обещает возить пассажиров в чистых поездах. Новые клининговые компании приступят к работе на майские праздники. Премьер предложил руководству «Укрзалезницы» также проконтролировать процесс уборки, причем лично. Павлина Василенко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова